В эфире программа «Разговор по существу». С вами Оксана Снежина и помощник прокурора Магадана Светлана Резникова. Скажите, какие преступления относятся к коррупционным? Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, либо получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное незаконное использование физическим лицом своего положения, получение имущественных выгод, денежных средств, иных ценностей для себя или третьих лиц. Надо отметить, что к коррупционным преступлениям относятся не только получение или дача взятки, это может быть и посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иное способствование в достижении, либо реализации соглашения о получении и даче взятки. Это может быть совершение мошенничества с использованием служебного положения, например, руководителем государственного или муниципального учреждения, хищение денежных средств из бюджета. Это также относится к коррупционным преступлениям. Скажите о количестве рассмотренных судом дел в этом году. За 11 месяцев 2017 года Магаданским городским судом и мировыми судьями Магаданского судебного района осуждены за преступления коррупционной направленности 20 лиц. За аналогичный период, вернее даже за весь прошедший 2016 год, судами осуждены 18 человек. В этом году основную массу составили дела о получении, либо даче взятки. За это осуждены 9 из 20 лиц. Почти такое же количество лиц осуждены за совершение мошенничества с использованием служебного положения 8 человек. Распределение по видам преступлений в прошлом году существенно не отличается от показаний 2017 года. За взятки осуждены 8 лиц, за совершение мошенничества 9 лиц. По субъектному составу распределение следующее. Основное количество это недолжностные лица 7 человек, то есть те, кто давал взятки должностным лицам, таковыми не являясь. В прошлом году это было 8 осужденных, в этом 7. Из представителей власти в этом году осуждены 3 лица, в 2016 году таковые не осуждались. Из руководителей и иных сотрудников муниципальных учреждений в 2017 году 4 лица, в прошлом году было 2 лица. И один осужденный являлся работником коммерческого предприятия. В 2016 году таковых было 8 человек. Какое наказание грозит задачу взятки должностному лицу? Вид и размер наказания задачей получения взятки зависит прежде всего от размера самой взятки. Задачу или получение мелкой взятки, не превышающей 10 тысяч рублей, самым минимальным наказанием является штраф. Он предусмотрен в размере до 200 тысяч рублей. Предусмотрены и такие виды наказаний, как исправительные работы или ограничение свободы. Наиболее строгое наказание – это лишение свободы до 3 лет. Если размер взятки относится к значительному размеру, то есть превышает 25 тысяч рублей, минимальным наказанием является штраф до 1 или 1,5 миллионов рублей, в зависимости от того, получение это взятки или дача взятки. Соответственно, за получение взятки штраф выше. Максимальным наказанием в этом случае предусмотрено лишение свободы за получение взятки до 6 лет, за дачу взятки до 5 лет. За получение взятки в крупном размере штраф составляет от 2 до 4 миллионов рублей, за дачу взятки в крупном размере от 1 до 3 миллионов рублей. Лишение свободы в этом случае может быть назначено от 7 до 12 лет. Крупным является размер, превышающий 150 тысяч рублей. И наиболее строгое наказание предусмотрено за дачу или получение взятки в особо крупном размере, превышающем 1 миллион рублей. Штраф может быть назначен за получение взятки в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а за дачу взятки от 2 до 4 миллионов рублей. В каких сферах деятельности наиболее развита коррупция? Как показывает судебная практика, наиболее подверженными коррупции традиционно оказываются учреждения здравоохранения, образования, а также исправительные учреждения, инспекция безопасности дорожного движения, служба судебных приставов. В поликлиниках врачи берут взятки за оформление документов, справок о состоянии здоровья, необходимых для трудоустройства, для получения водительских прав и так далее. Руководители учреждения образования поправляют свое материальное положение, оформляя трудоустройство, что называется, мертвых душ, мнимых работников, и получают начисляемую последним заработную плату. Обычным явлением стали уголовные дела в отношении сотрудников исправительных колоний, как правило, младшего состава, за взятки, проносящих осужденным запрещенные предметы, к таким у нас относятся в том числе и мобильные телефоны. Судебные приставы-исполнители присваивают наличие деньги, собираемые с должников. Сотрудникам инспекции безопасности дорожного движения взятки предлагаются за несоставление административных протоколов. Скажите, какие были примеры из судебной практики за коррупционное преступление? В ноябре 2017 года Магаданским городским судом осужден 25-летний житель города Магадана, бывший сотрудник исправительной колонии номер 4, расположенной в поселке Уктар. Данный сотрудник в 2016 году, нуждаясь в денежных средствах, с помощью осужденного, с которым у него сложились неформальные отношения, можно сказать, приятельские, решил заработать на продаже сотовых телефонов другим осужденным. Для этого он покупал в магазинах города сотовые телефоны, незаконно проносил их на территорию колонии и передавал осужденному, с которым ранее договаривался о продаже. Стоимость о продаже телефонов в исправительном учреждении намного превышала цену в магазине. Полученные денежные средства от продажи перечислялись осужденными на счет этого сотрудника колонии. Действия виновного квалифицированы судом как превышение должностных полномочий. За совершенные преступления подсудимому назначено наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселений. И какая в Магадане ведется борьба со взяточничеством? Деятельность прежде всего правоохранительных органов направленная на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений. Также можно добавить, что итогом совершенного коррупционного преступления является приговор суда, которым виновный осуждается за соответствующее преступление и должен понести наказание, назначенное ему судом. Необходимо отметить, что в ряде случаев закон предусматривает и возможность освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку, либо являющегося посредником в передаче взятки. В случае, если это лицо активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, либо в отношении него имело место вымогательства взятки, либо лицо добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки. Спасибо за беседу. На этом наша программа заканчивается. Я с вами прощаюсь. До встречи.